Итак, вы на четвёртом этапе рейда. Вы о нём наверняка слышали, видели мемы, как о самом главном испытании. И да, пожалуй, это и правда самый запутанный рейдовый этап за всю историю Destiny. Он не использует механики, которые вы встречали на рейде прежде, никаких пластин и резонанса. Но как только вы по-настоящему поймёте, все механики этого этапа, он внезапно станет гораздо проще. Однако, когда сейчас вы будете слушать моё объяснение в первый раз, усвоить всё сразу будет крайне сложно. Это нормально, не пугайтесь этого. Я постараюсь объяснить настолько понятно, насколько смогу и применю все свои навыки по созданию гайдов, которые я накапливал эти 9 лет. Должен признать, для меня, как для гайдодела, этот этап финальный босс моей карьеры. Так что, если вам поможет мой ролик, обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я знал, что я прошёл этого босса ютуба. И ещё, не стесняйтесь пересматривать и перематывать этот ролик, если что-то будет непонятно после первого просмотра. Я сам, когда вникал в эти механики, пересматривал и перечитывал многие советы и гайды по нескольку раз. Если же вы сдадитесь, то всегда знайте, что есть сервис, помогающий закрыть рейд и любую другую активность. Двинг. Они уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновлённым опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальной формы может быть пройден вместе с вами. Цены там стали ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду Triple Vibe вы получите специальную скидку в 15% на все услуги. И ещё, в связи с большим количеством заказов, сервис открыл недавно набор новых сильных игроков, готовых помогать другим с активностями в Destiny 2. Так что если вы опытный игрок и хотите присоединиться к команде Двинг, напишите им. Ссылку на сайт и контакты оставлю в описании. Как только вы войдёте в комнату, вы заметите, что все стражи из вашей команды находятся здесь в виде статуи и стоят в форме полукруга. Статуи — это главная уникальная механика этапа, и важно будет уметь различить всех членов своей команды, просто глядя на их статуи визуально. Так что совет первый — наденьте на себя самую странную и причудливую броню, которая будет отличать вашего стража от других. Необычный шлем, плащ, наплечники — всё, что сделает статую вашего стража максимально самобытной. И ещё, по другой причине, о которой я расскажу чуть позже, вам также стоит надеть необычного и уникального призрака. Отличная идея будет сделать так, чтобы ваш призрак был в том же стиле, что и ваша броня. Например, векс-призрак к векс-голове, или призрак с испытания Сириса к броне с испытания Сириса, ну и так далее. Посоветуйтесь с членами своей команды и убедитесь, что ни у кого нет дубликатов, или даже отдалённо похожих друг на друга вещей, чтобы избежать путаницы. Вы увидите, почему это имеет значение, когда я буду рассказывать это обдалее. Когда вы только начнёте проходить испытания, три случайных игрока будут телепортированы в свои одиночные арены, где им нужно будет выполнять механики по отдельности, в то время как остальная часть команды останется в изначальной главной комнате. Конечно, есть важные механики как для людей в главной комнате, так и для соло-игроков, но я начну объяснение того, что нужно делать именно соло-игрокам, так буду называть их и далее в гайде. Когда ты впервые оказываешься в соло-комнате, то заметишь три статуи стражей. Каждая из этих статуй будет держать в руках какую-то фигуру. Твоя цель в этой части этапа – передать эти фигуры между тремя игроками в соло-комнатах, взаимодействуя со статуями персонажей. Когда соло-игроки впервые войдут внутрь, они должны назвать порядок фигур, который увидят слева направо. Обычно их пишем в чат. Это важная инфа для всех стражей, фигуры нужно указать по мере их расположения слева направо, например, мы обозначаем их буквами ТКО, где О – это круг, чтобы не было путаницы круга и квадрата. Лучше пускай это делает один игрок, потому что порядок во всех соло-комнатах все равно один. Затем каждый соло-игрок должен найти статую своего стража и обратить внимание на то, какую фигуру она держит. Потом нужно посмотреть на большую стену позади и определить, какие фигуры проецируются на экране. Здесь будут показаны два символа, и они будут как бы переключаться между собой в анимации, типа как на загрузочном экране Destiny. Если окажется, что на экране изображена только одна фигура, и она же отображается в руке статуи твоего персонажа, ну поздравляю, тебе повезло и тебе можно переходить к следующему этапу. Если же фигур две, то нужно будет отправить чужую фигуру своему товарищу по команде на его соло-арену. Для этого нужно убить одного из рыцарей, появляющихся на дальних углах комнаты, подобрать нужную ему фигуру, а затем положить ее в статую этого напарника. Вот пример для наглядности. Например, я вхожу в комнату и вижу, что держу в руках треугольник. Затем я смотрю на свою стену и вижу, что она переключается между треугольником и квадратом. Это значит, что я должен победить рыцаря, подобрать с него квадрат и занести его в ту из статуи, которая также держит квадрат. Обратите внимание, рыцарь может уронить и треугольник, так что прежде чем подобрать символ, убедись внимательно, что он действительно уронил нужный тебе символ. Если ты случайно взял не ту фигуру, ее придется передавать другому игроку, чтобы он вернул ее после того, как ты решишь задачу с правильной фигурой, но лучше все же быть на внимательном и не брать лишней фигуры. А то это может значительно усложнить прохождение. После того, как ты закинешь фигуру и все остальные игроки сделают то же самое, ты заметишь, что теперь только один символ на стене будет мигать раз за разом. То есть, следуя моему примеру, это будет просто треугольник, который превращается в еще один треугольник, например. Значит, ты достиг гармонии. Поскольку эти большие картинки на стене определяют фигуру, которая выпадает при убийстве рыцарей, это будет означать, что теперь за их убийство ты будешь получать только треугольники. То есть, в каждой соло комнате должно получиться так, чтобы символ, который держит твоя фигура, совпадал с символом на стене. Других символов на экране быть не должно. После этого начнут спауниться новые противники, включая агров. Убийство огра спаунит рыцарей и наоборот, после их убийства будет еще один огр. Тебе нужно победить обоих рыцарей, которые появятся, а затем забрать с них символы и отправить по одному, каждому из напарников, в двух других соло комнатах. Как бы избавиться от своего символа, обменяв его на два других. Лучший способ упорядочить этот процесс, действовать по часовой стрелке и делать это более-менее одновременно, что и другие соло игроки. Так, каждый из вас возьмет фигуру, полученную за убийство рыцаря, отправится по часовой стрелке от места, где находится собственная статуя, а затем передаст ее товарищу по команде. После этого ты просто подберешь оставшуюся фигуру у другого рыцаря и отправишь ее второму товарищу по команде. Если ты все сделаешь правильно, то заметишь, что фигуры на стене теперь будут отличаться от фигуры, которую держит твоя статуя стража. Если твой страж держит треугольник, то на задней стене должны попеременно меняться квадрат и круг. Если это так, значит ты довел эту часть встречи до нужной точки. Пока кажется просто, да? Нет? Но смотри, дальше еще запутанней. В какой-то момент, пока все это будет происходить, появляется свидетель, который сильно вас запутает. Он подстроит убийство всех трех стражей в соло комнатах, а их призраков отправит на главную арену, где находятся остальные члены команды. Три стража в главной комнате должны будут забрать по одному призраку и принести их к тем самым статуям у главного входа, которое мы видим в начале. На каждого игрока в вашей команде будет приходиться по одной статуе, никаких дубликатов. Тут заранее советую избавиться от мобов, в первую очередь от неудержимых агров, и только потом таскать призраков. Те, кто возьмет призраков, должны будут соотнести найденного призрака со статуей стража, которому он принадлежит. То есть принести призрака к постаменту со статуей у входа. Вот поэтому я и сказал в начале, что вам нужно иметь узнаваемых призраков и облик стражей, и в идеале, чтобы они еще и совпадали. Векс призрак, вексу стражу, призрак в шляпе, стражу в шляпе, ну и так далее. Следуя этой рекомендации, вы значительно упростите себе эту механику. Сложность этой задачи заключается в том, что человек, который держит призрака, не сможет увидеть статую, да и сам страж, владелец призрака, собственно, тоже не сможет ее подсмотреть. А если кто-то положит ни того призрака, ни на ту платформу, он просто мгновенно умрет. Учитывая это, вот как решается эта часть пазла. Когда живой игрок подбирает призрака, его первая задача опознать его и затем определить, кому он принадлежит. Это можно сделать просто спросив напарников, но это создаст бесконечные крики и флут в голосовом чате. Так что я бы советовал до начала этапа записать себе, какой призрак кому принадлежит. Ну и опять же, очень поможет идея с общим стилем брони и призрака. И как я уже говорил, вы не сможете видеть статуи стражей, но каждый из мертвых стражей сможет видеть по другой статуе, по одной, после переключения камеры на тиммейтов, кто снаружи будет брать призраков. Так что им нужно будет назвать, какую статую они видят и описать, где она находится. Очевидно, самый простой способ пронумеровать статуи слева направо от 1 до 6. Допустим, у меня шлем с рогами и призрак с рожками. Мой напарник по команде подходит к моему призраку и увидев, что у него рога, скажет, что ищет стража с рогами. Затем он берет и несет моего призрака к главному входу, там где статуи. В это же время один из моих мертвых тиммейтов сможет увидеть, где находится моя статуя. И ему нужно будет сказать игроку, который несет призрака, куда идти, основываясь на внешнем виде стража и нумерации статуй. После этого носильщик призрака оживит меня, положив призрака на постамент к моей статуе, а я перерожусь обратно на соло-арену и продолжу то, что делал до этого. После того, как все соло-игроки возродятся и вернутся в свои комнаты, им нужно проверить символы и убедиться, что на экране отображаются символы, не включающие фигуру, которую держит их собственный страж. После этого соло-игрокам нужно убить обоих рыцарей в углах арены, собрать оба символа, затем подождать, пока ваши товарищи в двух других соло-комнатах сделают то же самое, после чего вы сможете выйти через стекло в задней части комнаты, оно как бы треснет, с оговоркой на то, что игроки во внешней комнате сделали все верно. На этом роль соло-игроков по сути заканчивается. Теперь разберем роли трех игроков, которые остаются вместе в главной комнате в начале этапа. Их основная задача – взаимодействовать со статуями соло-стражей, которые попадут внутрь и формировать 3D-фигуры. Игроки, находящиеся снаружи, должны будут убить рыцарей, а затем подобрать с них символы, которые те роняют. Им нужно будет поместить их в статуи, чтобы начать процесс отсечения. Если соло-игроки в своих комнатах имеют дело с 2D-фигурами, треугольником, кругом и квадратом, то игроки в основном зале работают с 3D-фигурами – сферой, кубом, пирамидой, цилиндром, конусом и призмой. Задача команды в основном зале – создать 3D-объект на каждой из трех статуей по образцу их статуй в комнатах. Термин отсечения на самом деле немного может запутать, потому что на самом деле вы просто меняете местами 2D-фигуры, из которых как бы состоят 3D-фигуры. Вот, смотрите, самая популярная картинка по этому этапу. По ней видно, что каждая 3D-фигура состоит из двух 2D-фигур. Значит, извлекая 2D-фигуру и перемещая их в другую, вы в конечном итоге изменяете форму 3D-фигур. Например, если у вас есть круг и круг, то из них получается сфера. Но если один круг заменить квадратом, вы уже получите цилиндр. Существует безумное количество сложных объяснений, гайдов и подсказок, но давайте попробуем описать все настолько просто и доступно, насколько это возможно. Ваша цель снаружи – избавиться от 2D-фигур, которые ваши соло-игроки называют в течение встречи. Те самые, что пишут в начале в чат. То есть, если соло-игроки после телепортации напишут в чате что-то вроде «треугольник, круг, квадрат», «ток», тогда вам нужно будет рассекать фигуры до тех пор, пока в левой статуе не останется элементов, содержащих треугольник, в средней – круга, а в правой – квадрата. Чтобы сделать это, вы должны сначала убить рыцаря, подобрать треугольник, а затем извлечь треугольник из левой статуи, положив его туда. То есть, подбирая тут 2D-фигуру с рыцарей и занося ее в статуи, вы как бы не заносите их, а наоборот извлекаете. Кстати, чтобы знать, какой символ роняет каждый рыцарь, запомните, что рыцари справа роняют квадрат, центральный рыцарь треугольника – левый круг. Итак, убрав треугольник из левой части, убиваем рыцаря, берем квадрат и прожимаем его в правую статую. Таким образом, меняем треугольник и квадрат местами. Так что теперь в левой фигуре не будет треугольника, что нам и нужно. Теперь нам нужно удалить части круга из центральной статуи и все части квадрата из правой. Чтобы решить эту проблему, нужно взять круг с рыцаря, вынуть его из середины, а затем, убив агров и получив новых рыцарей, дропнуть с них квадрат и поменять его местами с фигурой справа. Теперь, когда вы это сделаете, фигуры выглядят правильно. У левой нет треугольных частей, у средней круглых, а у правой квадратных. Перепроверьте фигуры, убедитесь, что у вас есть цилиндр, призма и конус в данном примере. Сообщество уже сделало несколько сайтов даже с калькуляторами форм для прохождения этого этапа. Так что если вам сложно сориентироваться в этой геометрии сейчас сходу, советую использовать эти приложения. Отмечаете порядок фигур, как его описали соло-игроки в чат. Потом вводите 3D фигуры, которые держат статуи снаружи изначально, и вам выдается алгоритм действий, откуда что отсекать. В идеале, эту задачу с 3D фигурами может решать один игрок, чтобы не нужно было мешать флутам игрокам в соло-комнатах, пускай в этом этапе говорят в основном они. После того, как вы закончите с этим, соло-игроки смогут вернуться на арену, и вам всем нужно будет зачищать ее от противников, включая неудержимых огров. Затем нужно будет вам рассредоточиться по пьедесталам у статуи. Не важно каким, просто держитесь друг от друга подальше. Это важно, потому что в этот момент свидетель снова всех заморозит, в этот раз 5 игроков из 6. И важно, чтобы призраки замороженных игроков были дальше друг от друга, чтобы не запутать человека, который будет их подбирать. Как и до этого, одному игроку нужно будет сопоставить призрака со стражем, пока он не оживит всю команду. На это у него в этот раз будет ровно 1 минута таймера. Если не успеть, вайп команды. Тут уже важна коммуникация, а не только запоминание образа персонажей. Каждый замороженный видит статую другого замороженного, но не свою. Поэтому замороженные игроки по очереди сообщают игроку, которого не заморозили, какую статую они видят и на каком месте она стоит, чтобы тот перенес нужного призрака. На этом этапе будут видны ники игроков над призраками, так что поиск будет выглядеть так. Замороженный игрок говорит, кого он видит. Игрок живой берет призрака названного игрока, ориентируясь по никнейму над ним и несет в указанную статую по номеру, который ему говорит замороженный игрок. После того как процесс подбора призраков будет завершен, все вернутся как бы к жизни, таймер сбросится и вам предстоит проделать все то же самое с самого начала еще два раза, чтобы совершить этап. Надеюсь я смог ответить на основные вопросы, если нет, перематывайте, пересматривайте этот ролик, пишите вопросы в комментариях, я по возможности буду стараться на них отвечать. Но после того как вы заберете финальный наградной сундук, время отправиться на битву с главным боссом, свидетелем. Но прежде чем мы доберемся до него, покажу как собрать второй секретный сундук. Спасибо за просмотр, еще раз напомню, если этот гайд был полезен, пожалуйста напишите в комментариях, для меня это важно, было очень сложно работать над этим видосом. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok